всем огромнейший привет это долгожданное обещанное видео о фаворитах 2019 года я записала небольшое видео о фаворитах 2018 года она очень понравилась и я решила продолжить сегодня в компании не одна а вот с такой вот мавпочка и обезьяночка и бебезьянка что это за пузатое существо я сейчас говорю не о себе обезьяне это такая игрушка в которую влезает огромное количество карт огромная вот реально нереально большое количество карт я всем торологам настоятельно рекомендую обзавестись такой помощницей либо пошить ее самостоятельно если конечно вы умеете шить кстати у меня в планах купить себе швейную машинку но это пока только планы значит что здесь хранится тут хранятся мои фавориты карт которые я в какой-то мере распробовала в 2019 который я хочу еще раз пробовать в 2020 году и сейчас я хочу вам их показать первая колода это живые легенды ленорман прекраснейший оракул прекраснейшая ленорман хорошие приятнейшие символы так я буду туда-сюда вверх-вниз потому что у меня здесь столик далеко не догадалась перенести лишь могла не знаю видели вы эту колоду я думаю что видели у олеси веселовой на канале она есть прекрасно у многих торологов ленорманистов она есть мне она нравится мне очень нравится белая сова прекрасное хорошее качество теплые рисунки удобный размер и я могу сказать что сколько я с ней работала она свое состояние не изменила не потеряла не залахматилась ничего нигде не отслоилась хороший продукт и прекраснейшие скатерти скатерть я вам сейчас тоже покажу это действительно классные карты меня не просила не олеся не дмитрий включать ее в этот список хотя они мои подписчики я тоже их подписчик но я посчитала правильным ее включить потому что хороший качественный товар итак номер один и вот такие скатерти я такой человек вы знаете есть из тех кто в банде 8 на 4 и 4 есть люди которые только 9 на 4 раскладывают так вот я человек странный я могу хотеть разложить и так и так у меня это зависит от вопроса от настроения от системы от колоды плюс я могу абсолютно такую скатерть и на голову повязать и на плечи и как-то задекорировать свою одежду и использовать в каких-то дизайнерских решениях но вот такого для человека вот такие вот прекраснейшие скатерти тоже с ними ничего не случилось хотя не могу сказать что я очень очень бережно отношусь нет я отношусь обычно я работаю я с них пылинки не сдуваю все прекраснейшем состоянии скатерти интереснее чем что здесь во-первых ткань прекраснейшая и очень удобно если вы не знаете номера карт тут очень удобно каждый номер соответствует положению карты в большом раскладе ленорман надеюсь все видно это был номер один так возвращаем вебезьяну следующий два таких фаворита хотя я планирую очень много вам таких еще карт показать но хочется какое-то интересное видео для вас сделать смотрите вот такой пасьянс очень 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 бабушкин очень старый насколько я понимала он по моему 70-х или 80-х годов купила я его с рук естественно это не новая вещь отвечает он прекрасно называется новая игра новая игра выглядит он вот таким образом это обычный картон но работает прекрасно выглядит интересно то есть вот рисовка то которая была раньше у художников она не сравнится с той рисовкой которая есть сейчас посмотрите какой интересный пасьянс если захотите я отдельное видео по нему сниму по моему я его снимала и она у меня не снялось и я тогда решила плюнуть и как обычно забить думала эля ну что но не записался значит не судьба значит и не шмогла значит все положи его откуда где взяла очень классная вещь и вообще сочетание черного желтым и белым очень красиво выглядит это я вам говорю сейчас как человек который сейчас состоянии рисования карт да я решила начать рисовать карты и да это не особо шедевр я вам хочу сразу сказать не шедевр но мне захотелось создать что-то свое что-то интересно также я вам сейчас покажу что я создала в 2000 даже не девятнадцатом а восемнадцатом году тоже оракул верни как собрала я его собрала из картинок оракул смс может быть кто-то уже его видел а если не видел я вам сейчас его покажу снова может быть вам будет интересно посмотреть выглядит он превосходно вот такие вот карты и каждой карте есть надпись именно оракул простой простой оракул этот оракул он у меня без ламинации это был такой вот первый вариант когда мы его пробовали тестировали каждая карта виде телефона мне очень эта идея нравится я сама ее придумала я нигде такого не встречала потому что ему уже по-моему два с половиной года подождите им он 16 года получается даже три года до три года и я очень хочу написать к нему какое-то методическое пособие потому что интересно не просто чтобы был оракул да хотя в принципе моей моей тут работы не так много просто собрала эти картинки и привела их такое состояние не хочется еще какую-то интересную именно методичку сделать не в общем я ими пользуюсь мне не очень нравится какой-то коммерциализации не будет я их дело в первую очередь для себя просто вот мне нравятся эти образы кроме того мне очень нравится образы очень классная есть игра сейчас я мою тоже покажу смотрите вот такая вот такая летающая корова прекраснейшая чем-то даже похожа на меня такая же добрая и красивая значит настольная игра в ассоциации чем она хороша это игра в которой во первых хорошо развивается ваша фантазия что вообще никогда не бывает лишним и тут очень-очень классные карты очень классные образы и хорошее качество классная как сейчас я вам ее немножечко покажу но не всю подробный обзор если нужен я вам сделаю подробно большую так что опять прыгну вниз потому что здесь очень много всего смотрите тоже это фаворит тоже хочу в этом году продолжать заниматься работать с ними и вот такая классная рубашка в виде месяца очень красиво вообще синяя с белым это реально всегда красиво смотрите как вот реально карты вот как вот ничем не хуже метафорически проективных карт вы со мной согласны вот реально ничем не хуже вот так до перевернулась в общем ребят у кому попадется эта игра в ассоциации она ничем не хуже я еще хочу игру питерскую найти но я ее название сейчас не помню у нас ее не завозят тоже очень классная игра только издательство питер она у нас была но сейчас вот и не выпускают почему-то по типу он много в принципе таких игр в ассоциации много и у каждого ассоциации классные свой прикольный очень классно она работает именно в работе психологической для расстановок для каких-то психологических вещей очень очень классно для прогностики конечно я бы ее не использовала а для расстановок для психологических вещей классная вещь и за скромные скромные деньги дальше давайте поговорим кто у меня еще тут в моей бибизяне оракул теней реально классная стильная красивая вещь очень насыщенная вот знаете вот бывает просто бульон а бывает бульон концентрат так вот это бульон концентрат тут на настолько много вот на каждой карте образов что вы по одной карте можете очень 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 много 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 говорить хорошо это или плохо я думаю что хорошо потому что очень емко можно очень конкретно и при этом глубоко копнуть зацепиться сразу не за один образ а за несколько классное качество печати ненадоедливые цвета мягкая стильная рисовка современная вот знаете такой оракул который даже не стыдно в instagram его выложить он сразу же привлекает внимание он нравится больше молодой аудитории как-то не странно и в принципе он и не страшный не отталкивающий не пугающий для людей постарше вот это тоже очень важно советую его и советую покупать не один а советую безусловно его покупать вместе с книжкой у меня есть ежедневник который честно скажу я не начала вести потому что у меня есть свой старенький ячек экономный вот такую книгу однозначно советую вам купить всем это must have ее нужно иметь и это видео наверное я фавориты и маст хэв и так и назову круг года классная книга от араба сарксяна все праздники все какие-то интересные хэнд мэтт штучки все какие-то ручные подделки которые вы можете делать даже не только сами но и с ребенком со своим и с мужем и с парнем и сестрой младшей да с кем угодно даже я настолько криворукий человек я всегда считала что у меня руки растут из жопы у меня всегда на уроках труда были двойки и тройки смотрите что я сделала меня эта книга вдохновила смотрите что я сделала у меня был вот такой вот из соломы венок я его сделала не сама он у меня уже был я обвила ленточкой желтой и добавила вот таких вот прищепок прищепок love ну люблю и все такое вы знаете оно получилось достаточно сильно я планирую его повесить на святого валентина у себя вот над диваном я надеюсь вы его сможете надо мной видеть вот так вот это как-то будет выглядеть ну чуть повыше может быть посмотрим в общем эта книга вдохновляет на творчество вот это самое самое главное и причем вот понимаете нет такого что там нужно сделать какое-то сложное плетение какие-то там сложные вышивки какие-то я не знаю крестиком гладью или то что вы вообще никогда не делали то что вас просто пугает вот поэтому очень советую эту книгу она теплая она атмосферная вот самое главное за что мне нравится оракул и книга от араба сарксиана это атмосфера и это то тепло которое передает автор но и стильности красота так у меня уже одна прищепка отвалилась но вы ничего не слышали дальше дальше что еще меня вдохновляло чем мне не стыдно с вами поделиться и и я буду знать что вы меня не будете проклинать да ну колода самая толстая колода самая body позитивная колода оракул вы наверное узнали кто это такая кстати она мне по цвету хорошо под розовая оттеняет подходит все я ее не вытащу потому что она огромная но конечно это оракул пол затмения хотя сказать полная луны затмения атомиры это оригинал это не подделка я сейчас в основном ну в 99 процентов покупаю стараюсь оригиналы или же прошу чтобы мне дарили если кто-то хочет меня порадовать потому что реплики это все-таки всегда минус автору да давайте уважать авторов классная колода реально очень разговорчивая и вы знаете от нее тоже не сильно устаешь у меня она не так давно вы знаете что я очень долго с 2000 пожалуй 12 года работала с дыханием ночи у меня тоже авторская версия очень люблю дыхание ночи но как у меня серого цвета вот она вся такая серенькая то это колода вся в таком синий черниль на сине-фиолетовом мистическом цвете я сделаю на нее обязательно подробнейший подробнейший обзор я думаю это займет даже не один день и я очень если у вас нету оракула который на магические на кармические темы на любовные отношения в принципе универсальный вы его можете на разные блоки на разные потребы использовать здесь также есть книжечка вот я очень советую но если вы любите черных котиков либо себя ощущаете черной кошечкой то все просто это любовь следующие фавориты которые я вам не показала и своей уважаемой обезьяны что у нас тут осталось а вы знаете нет все таки осталось самая стильная готическая колода самая атмосферная корсетная вампирская прекраснейшая колода луди леска вы знаете настолько классная колода настолько она интересна насколько она хорошо отыгрывает все насколько она вот не в бровь а в глаз говорит какие классные комментарии я и благодарности получала за обзор этой колоды я очень давно не получала что элиночка вы должны открывать курс по этой колоде элиночка это действительно классные наработки классные мысли и я действительно и вы знаете вот когда я работала с ней это один момент но когда ты записываешь видео для вас для зрителей рассказываешь о каждой карте ты в нее влюбляешься еще больше и ты видишь с новой стороны и это действительно любовь если у вас нет темного и вы не знаете вот какую такую около вампирскую но не совсем вампирский купить купите луди леска людочка работает прекрасно выглядит еще лучше и по цене я считаю более чем доступная качество у нее немножечко до немножечко подбивались кое-где краешки но в целом это не критично это не критично по тем более вы понимаете что черные колоды они у всех немножечко со временем становятся не совсем черный дальше мои дорогие что нам еще такого показать ну покажу еще совсем детский пасьянс который я переселила в коробочку от пудры и вы теперь все знаете какая у меня была пудра коробочки такие не выбрасываю в них прекрасно селятся пасьянцы вот такой вот смешной поросячи розовый пасьянс который прекрасно работает называется он школьная любовь он более вот такой крупненький более увеличенный и он глянцевый очень классно работает на него есть видео я ссылочку оставлю наверное в описании не ссылкой под видео в описании просто больше влазит на треугольник нажмите посмотрите класснейший пасьянс может быть что-то вам еще какое-то онлайн гадание на нем запишу он этого заслуживает дальше что еще вам рассказать что еще мне очень полюбилась значит я поняла что для меня не существует никаких старческих шалей любые старческие шали бабушкины шаль для меня превращаются всегда стильную молодежную скатер для карт это было шаль стала скатертью очень красиво выглядит не спешите избавляться от палантинов от шали всегда их можно использовать как скатерти прекраснейший вот такой палантин привезла абсолютно не ношу его как палантин но уже использовала видео как шаль и планирую и дальше для таро климта его использовать очень красиво очень классный очень сочный очень такой класс привезла я его из из австрии но в праге тоже они продаются так что если кто-то у вас поедет в прагу в австрию без проблем можете попросить что вам такой привезли он недорогой стоил по моему 14 евро но я торговалась за 13 то дальше что еще вам показать что у меня было из фаворитов покажу пожалуй еще ну очень полюбились мне всевозможные вот такие флорариум это у меня кактус еще у меня в другой комнате в огромной бутылке живая елка но его вы я надеюсь вы будете видеть почаще когда я буду сидеть за столом и он будет сзади меня вот полюбились нравится простые в уходе эти все флорариумы не требует частого полива стильно красиво выглядят и не заставляют меня обильно их поливать потому что я очень ленивый цветовод но очень если вы помните меня была огромнейшая коллекция фиалок сейчас не знаю кто смотрел мое видео фиалка фиа фиалках сейчас осталось одна или две фиалки вот просто все от меня ушли и пришли соответственно другие да да что еще ну вы знаете что я ленива вот такая прекраснейшая у меня вещь появилась тоже стала фаворитом вот такой вот маленький камин вы знаете реально я его полюбила и купила еще один у меня их целых два на сменку не только на хэллоуин использую а вообще использую их на заставки для видео и в целом вот для фона видео камин это настолько классно это настолько создает атмосферу эти дрова этот огонь и оно так красиво горит и вот такое состояние тепла и вы знаете если бы вот квартира где мы сейчас живем была наша я бы с удовольствием бы камин поставила с удовольствием да но я не имею права поэтому удовольствием пока вот таким камином и состоянием уюта если у вас есть камин то зажигать его почаще он очень очень создает классную атмосферу зимы следующая вещь по поводу книги теней много смотрела всевозможных вещей как сделать я своими руками не хочу категорически покупать хэнд мэтт книги за обоснословные деньги и в результате моей книгой теней стал вот такой вот самый обычный блокнот в который я вношу нужные мне записи блокнот вот с такой вот бумаги вот видите вот такая бумага и тут практически везде либо мои обряды либо какие-то вещи с которыми со мной поделились хорошие мастера сильные но этот час если прочтете кто успеет тот успеет в общем все хорошо единственно у него нету полноценной обложки и обложку я хочу к нему сделать если у меня получится что-то красивое я вам покажу но вот такая бумага прекрасно черная ручка и дружит прекрасно стильно выглядит и но мне очень нравится мне очень нравится ну посмотрите выглядит прекрасно все и дешево и сердито это тоже мой фаворит очень полюбила эту свою книгу теней дальше что же вам еще показать что же мне показала не показала своего тролля по-моему я его в прошлом году не показывал но если показывала значит он у нас двух видео этого тролля выставили под дождь продавали за 2 доллара и собственно говоря он ко мне пришел совершенно случайно я его люблю он хорошо себя чувствует я его не ставлю под елку знаю что есть традиция троллей ставят под елку а потом от них избавляется да как от зла нет он у меня любим я ему время от времени даю подношение все прекрасно мы с ним дружим вот такой фонарик куплен second handy очень интересно это вам некие фонари которые у меня тоже есть там пылятся в углу очень интересного тут цвета стекла если вы обратили внимание они вот на солнышке вы знаете переливают всеми цветами радуги очень 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 красивый эффект очень атмосферный очень уютный очень мне нравится очень мне нравится мне к нему тянется рука кроме этого я полюбила товарищи в этом году подносы вот такие две звездочки я купила подносы и еду подавать и для видео и хвостов гриву использую классная вещь деревянные подносики кроме этого я подсела на винтажную бижутерию это серьги 90-х годов завтрак в рице обратите внимание вот такие вот стимпанковские шестеренки очень красивый эффект такой металливый вообще уши в них не болят и очень классные и еще на меня повлияли видео канал арины холиной и я конечно не могла вот такими классными штуками не украсить свои серьги это те самые кольца вы спрашивали классные серьги у меня были вот эти вот штуки где-то какому-то палантину приделаны я их срезала с палантина и просто оформила ими серьги когда надо я их одеваю когда не надо серьги просто вот как сейчас например у меня просто серьга в серьге да то есть это отдельные серьги но мне просто так нравится больше сдвоенные что еще у меня фаворитах вот такой кувшин очень интересный обряд у меня там кое-что есть но пока пока я рассказывать не буду тоже в отдельном видео глиняный кувшин не просто так и да здесь скотча нет до виски тут нет тут кое-что другое поинтереснее виски если вы догадались можете написать что там ну и вот такая вот бутылочка туфелька и тоже она очень интересная для определенного обряда я обязательно вам это видео покажу когда его запишу на этом я сегодняшнее видео о фаворитах завершаю надеюсь вам это видео понравится вы напишите какие были у вас фавориты среди карт среди украшений среди каких-то безделиц среди чего-то магического эзотерического среди чего-то такого к чему тянулись руки чему радовалось сердце от чего хотелось больше улыбаться и больше получать тепло поделитесь комментарии что у вас стало фаворитом 2019 году я очень надеюсь что мой канал вошел в список ваших фаворитов и будет оставаться в 2020 2021 и дальше 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 на этом я сегодняшнее видео завершаю осталось только маленькая вещь которую я не показала это вот таких вот еще у меня два флакончика парфюмов которые очень любила в 2019 году вы видите как я их любила тут уже осталось меньше половины вот с такой тетей мотей тоже у нее сережки колечки вот такая куплены эти духи кстати в секонд-хенде запах абсолютно не испортился Айнщикат называется Айнщикат а этот парфюм я покупала у девочки с рук не знаю производится он сейчас или нет может быть это и Снятос Снятос называется Полис это итальянская парфюмерия откручиваете ему корону и прекрасный аромат шоколада цитруса прекрасный аромат какой-то вот знаете мокрой земли вот что-то цитрусовая кладбищенская и шоколадная вот очень интересное сочетание если у вас будет возможность послушать его обязательно послушайте для зимы он очень атмосферный очень ведьминский аромат этот более девочковый более бестолковый но иногда мне хочется быть и такой на этом я сегодняшнее видео завершаю надеюсь в это видео добавите в плейлисты порекомендуйте друзьям и конечно же зарядитесь положительными эмоциями подписывайтесь на канал кто не подписан ставьте лайк и я надеюсь мы увидимся с вами в новых видео до скорой встречи и пока пока